друзья всем привет с вами александр и вы на канале world house pro в сегодняшнем выпуске мы продолжаем тему строительства монолитного дома позади меня сейчас за армированные стены первого этажа привезена у нас сегодня опалубка но сегодня конкретно будем говорить про прием корма каркаса на что стоит обратить внимание что сверить с проектом и фактически какие-то нюансы какие есть узлы в армировании на которые обязательно стоит обратить внимание при приемке и при определении правильно ли за армированные стены или неправильно начинаем и так сейчас будем принимать армокаркас получается здесь у нас есть несколько нюансов на которые стоит обращать внимание именно при вязке каркасов стен которых мы сейчас и поговорим и так ну во-первых начнем да со стандартного это шаг сетки то есть шаг сетки у нас должен быть в пределах 20 сантиметрах давно с погрешностью условно там 10-15 миллиметров не больше и здесь самое важное начинается уже с основания с установки выпусков то есть у нас так как сетка привязывается к выпускам которые уже выполнены из перекрытия то есть из стен цокольного этажа то есть нужно во первых это отслеживать еще на стадии формирования выпусков то есть например все равно бывают места как здесь да вот видно что ячейка здесь соответственно больше тут меньше в этом нет ничего критичного но это нежелательно то есть соответственно там где-то в одном-двух местах такое лак локально допустимо но главное чтобы такого не было полностью по всей сетке чтобы вообще даже в разнобой шли выпуска потому что она разбивает и 15 сантиметров и 25 и 30 поэтому там плюс-минус пару сантиметров не критично но нужно стараться чтобы выпуская изначально были ровно если прям сильные расхождения то бывает что выпуска подгибают и соответственно вязывает потом далее уже каркас так идем дальше нюанс по вязке углов г-образных то здесь у нас стоят дополнительные пешки то есть пешечка идет вот так и пешечка идет вот так что в принципе соответствует проекту и нормативам вот таким вот образом выглядит узел по сп соответственно таким образом он у нас и заармирован но здесь и наблюдаем вот эти две пешки они идут полностью до снизу до самого верху внизу у нас идет дополнительное усиленное армирование и также у нас сверху идет да еще учащение шага то есть здесь у нас условно идет от низа до верха окна так назовем до перемычки идет шаг 200 поперечный арматуры горизонтально здесь уже ощущается до 100 миллиметров то есть соответственно это идет усиление под оконные перемычки ну и чтобы не делать его только в этих фрагментах в итоге допускаем полностью по всему контуру сверху это усиление вот здесь у нас еще есть балка над окном то есть там у нас окно на высоте 240 здесь окно на высоте 260 соответственно вот этот вот размер 425 от низа окна до перекрытия соответственно здесь это все армируется в виде балки то есть можно наблюдать стоят хомуты из получается здесь шестерки хомутики шагом 200 и соответственно через 100 миллиметров шагом 200 идут уже выпуска которые выходят у нас наверх на перевязку со стенами уже второго этажа соответственно т-образные углы то есть это у нас наружная стенка это внутренняя стенка здесь тоже стоят пышки точно также до которые также усиливают этот угол придают жесткость армокаркасу соответственно вот таким образом поиск и также выглядит узел по примаканиям т-образных стен ну и также они у нас здесь и выполнены следующий момент это обрамление оконных и дверных проемов соответственно здесь у нас идут также по образные элементы полностью по всему периметру то есть низ бока и вверх и помимо этого еще выполняется учащение шага то есть здесь за наблюдаем что дополнительно идет арматура шаг 50 миллиметров от края обрамления также с этой стороны с той стороны ну и по верху по верху как я говорил здесь уже учащение идет до 100 миллиметров и опять же над окном идет еще дополнительная арматура чтобы опять же здесь было у нас здесь по 75 получается между арматурами по 75 миллиметров так и еще один элемент который тоже обязательно должен быть это так называемые птички и стяжки хомутики по-разному их называют то есть они идут у нас шагом 40 на 40 в шахматном порядке то есть углу грязным берем одну линию то есть тут стоит тут нет тут стоит тут нет и следующий ряд соответственно смещаются до на 200 миллиметров и у так идет шагом 400 на 400 шахматном порядке они везде обязательно должны вот так вот загнуты вовнутрь можно поменьше сделать хвосты просто когда они больше легче загибать то есть тут где есть места где они не до загнуты еще это все нужно загибать до конца то есть они не должны там как тогда быть ну здесь в принципе загнуты но бывает что она там отогнута наружу и нормально не скрепляет поэтому за этим надо тоже следить чтобы все вот эти элементы были стянуты то есть они еще разобраться потом когда будет ставится опалубка плюс еще будут одеваться фиксаторы чтобы делать защитный слой между опалубки и самим армокаркасом 10 по 30 миллиметров двух сторон будет выполняться друзья ну в общем на этом наш выпуск подходит концу я надеюсь он вам был интересен познавателен то есть ничего особо нового сверхестественного я не рассказал но это те моменты на который важно обращать внимание при проверке вообще при устройстве армирования потому что одно из этих составляющих если его не будет будет выполнен неконико некорректно тогда и весь армокаркас будет работать уже не совсем правильно поэтому это очень важные моменты которые не зря до рекомендованы в сводах правил то есть снипах поэтому стоит их соблюдать на этом все с вами был александр команда workhouse pro подписывайтесь на канал ставьте лайки всем пока